И перейдем вот к этому нашему платью. Итак, нарисуем его поярче. Платье почему-то обретает очень большую популярность на просторах нашего любимого интернета. Нравится оно. Хорошо подано. Оно вот такое, динамичное. Я видела, кто-то мне прислал. Я видела фрагмент, когда довольно грузная такая, ну, в теле. Дама, она показывает вот это платье в разных вариантах. Выполняется оно в основном из ткани мягких, типа штапеля. Типа штапеля будет очень хорошо. Хотя и в какой-то синтетической версии тоже оно будет более формоустойчивым и тоже прозвучит нормально. Низ рукава обрабатывается руликом. Вот таким вот, да? Сейчас мы разберем его особенности. Особенность номер один. Так как его показывают в интернете, вот этот вот мужчина, забыла, как его зовут, но не очень важно это, да? Я бы делать не стала. Почему я бы это делать не стала? Потому что он показывает вот крой, выкройку этого платья на основе базовой конструкции. Вот такой вот, да? Он кладет ее вот так рядышком, эту базовую конструкцию, и уничтожает вот эту выточку. Тут получается тупой угол, получается вообще полное безобразие. И если придираться и смотреть вот это все внимательно, в области при таком подходе, когда он полностью игнорирует вот эту выточку, он взял ее и вот это все изуродовал. То есть проймы, ни о какой правильной гармоничной пройме с прямыми уголочками наверху, там близко нет речи. Если уже пользоваться выкройкой базовой основы без нагрудных выточек, видите, ни одной нагрудной выточки у них не предлагается, то нужно делать эту работу для небольших размеров, для фигур сутулых, для фигур с обычной осанкой, но у которых вот этот вот баланс один, полтора, ну максимум два сантиметра. Тогда выкройка, взятая за основу в этом платьишке, выкройка без нагрудной выточки проработает у вас хорошо. У вас не будет ваше изделие заваливаться назад, оно не будет сдергиваться, потому что вот эта дама, она была достаточно крупненькая, да, и у нее был хороший баланс. Но выкройка платья, платье, которое она демонстрировала, вот не могу сейчас это показать, не помню, кто мне это прислал, к сожалению. Вот оно заваливалось назад, то есть низ у нее вот так вот здесь делался длиннее, а верх делался короче, это было очевидно, потому что тут была грудь, и эта грудь это платье поднимала, а нагрудной выточки в платье не было. Вывод какой? Нам это надо, нам это не надо. Значит, если вы крупненькая женщина, раз, если у вас баланс, если у вас перегибистая фигура, если у вас баланс, эта разница между ДТП и ДТС, больше или равен хотя бы 3 сантиметрам, то нужно брать базовую конструкцию с нагрудной выточкой. То есть вот здесь у вас должна сохраниться нагрудная выточка. Это то, что мы берем в основу. Если ваш баланс меньше, чем 3 сантиметра, или маленький размер, тогда можно брать базовую конструкцию без нагрудной выточки. Уяснили. И там, и там нам нужна базовая конструкция. И там, и там обязательно всегда все начинается с базы. Какие прибавки? Ну, как строится базовая конструкция? Это мерки плюс прибавки. Так вот, давайте запишем. Какие прибавки для базовой конструкции вы должны взять, чтобы смоделировать вот такое платье? Мы идем первый шаг, второй шаг, третий шаг, третий шаг моделирования. Пока мы не можем перейти к моделированию, пока мы второй шаг не сделаем, правильно? А второй шаг – это базовая конструкция. А в базовой конструкции нужны прибавки. Итак, какие прибавки? Мерки плюс прибавки. Смотрите, по груди, прибавка по груди, оно достаточно свободное, оно достаточно широкое. Поэтому жесткие, упругие ткани вряд ли вам понравятся. Что-то мягкое должно быть, да? Тогда берите 5, ну, может быть, 4 сантиметра прибавку по груди. Если верхний тип фигурки и грудка у вас достаточно большая, можно 3 взять прибавку по груди. Но меньше нельзя, потому что будет теряться комфорт. Меньше можно только в том случае, если вы будете работать с тонким трикотажем. А из тонкого трикотажа такое платье, кстати, тоже будет очень хорошо. Потому что он хорошо обнимет вашу верхнюю часть и пойдет тяжелыми мягкими складочками за счет образного силуэта моделирования. Мы сейчас посмотрим, как будет выполняться. Прибавки по талии нет вовсе. Прибавка по бедрам. Значит, в базовой конструкции обязательно должна быть в этой выкройке прибавка по бедрам. Минимум 4 сантиметра. Если сделаете больше, можно и больше. Но тогда надо, чтобы ткань была тяжелая, чтобы не было вот этого объема. Вообще в легкой ткани это будет полнить. Ткань в любом случае должна быть такая вот, типа штапеля, он достаточно тяжелый, да. Типа какого-то трикотажа такого, может быть и тонкого, достаточно тяжелого. Все это будет здесь хорошо работать. И прибавка по рукаву, к обхвату плеча. Прибавка к обхвату плеча я бы взяла не менее 6 сантиметров. Вот такие прибавочки я бы выбрала для того, чтобы построить нашу основку. А теперь давайте посмотрим, что сделать с этой основкой. Кладем сюда. И я схематично мои хорошие изображу. Раз уж заготовочку мы не сделали, да. Итак, наша базовая конструкция. Базовая конструкция у нас будет... Все-таки я нарисую с выточкой. Нарисуем мы ее с выточкой для того, чтобы иметь более общий какой-то вариант. Так. Надо ли делать вам выточку на спинке вот эту? Я бы сделала. Потому что я бы... Другое дело, что я бы ее перевела в горловинку, как я обычно люблю это делать, да. Но выточку на спинке я бы все-таки сделала. Итак, вот у нас есть какая-то с вами базовая конструкция. Вот такая, да. Это все, что нам нужно. Теперь выбираем прежде всего форму вот этого изделия. Форма этого изделия... Где талия? Нарисуем вот здесь талию. Здесь нарисуем уровень бедер, да. Ваша база построена с учетом вот этих выбранных прибавочек, да. И в зависимости от фигурки она может быть выглядеть уже как-то немножко по-другому. Или вот так вот, или наоборот так. Ну, как бы там ни было, пусть мы вот так вот иметь в виду. Изделие у нас длинное. Имейте в виду, что такие платья широкие, да. Они будут смотреться у вас тогда, когда вы сделаете длину изделия сантиметров 75, не меньше, а то и 80. Значит, от талии вниз это примерно 80 сантиметров надо делать длину изделия для того, чтобы получилась вот такая картинка. Форма спинки, смотрите, она имеет форму трапеции. Значит, как ее получить? Нужно я бы по линии груди, вот у нас линия груди, да. Я бы по линии груди ничего не увеличивала. Участок вот этого грудного шарика, нагрудного, немножко прошла. И уже спинку оставила бы, посмотрите, сделала бы с раскрешением. Вот с таким. На сколько сантиметров? Трудно сказать. Ну, наверное, сантиметров на 15. Вот так вот я бы сделала спинку. И она у нас там может быть без шва. Вот. И вот такая у нас получится спинка. Вот здесь, вот в это отведение от точки N1 влево, я бы оставила 10, 5, 15, допустим. Давайте 10 напишем сантиметров. То есть это зависит от вас. Сильно увеличивать вот это не стоит. Объем будет очень большой. Но если вы сделали такое отведение со стороны спинки, значит, вам нужно точно такое же отведение делать со стороны полочки, те же самые 10 сантиметров отводим сюда, и нам становится известно форма бокового шва для полочки. Куда мы переведем выточку? Выточку можно перевести куда угодно. Но в данном случае мы нарисовали в бок. Значит, вот так вот мы разрежем, да, в этом месте свою выкройку. Я не буду это показывать, да. А вот эту выточку вы закроете. И это делается элементарно. Вот так. Теперь, посмотрите, немножко ниже линии талии у нас идет вот такой подрез. Вот такой вот подрез. Как его определить? Где у нас линия талии? Вот у нас линия талии. Значит, мы должны выбрать точку немножко ниже. Сколько ниже? Я бы ниже делала сантиметра на 3-4, не больше 5. Потому что укорачиваться будет нижняя часть, это будет некрасиво. Так. Так вот, здесь, да, делается вот такая врезка новенькой детали. Насколько она у нас идет, вот эта новенькая деталь? Давайте читать рисуночек. Да, читаем наш рисуночек, обращаемся к нему. Где у нас центр груди? Вот у нас точка С, центр груди. Где кончается вот этот подрезик относительно центра груди? Да прямо под грудью. Может быть, чуть-чуть за грудь. Где у нас грудь? Вот у нас грудь. Точка С, да? Значит, если вниз вертикальную линию вот так вот опустить, то это и будет искомая наша точечка вот этого подреза. Можно немножко отойти вправо. Давайте еще немножко отойдем вправо и нарисуем линию строго вертикально вниз. Нарисовали. И по сути дела, наш подрез, вот он получился. Значит, сейчас я красненьким цветом нарисую переднюю половиночку. Она у нас на две детали распадается. И плюс застежка. Раз застежка, значит, мне нужно добавить полузанос. Сколько полузанос? Ну, один, полтора, два сантиметра. Полузанос равняется размеру пуговочки. Значит, вот это расстояние я выбираю на размер пуговочки. И вот так вот у меня будут какие-то петельки здесь. Вот так вот пробиты, проделаны. Понятно? Это у нас... А эта выточка закроется и откроется она у нас вот сюда. Мы это делать с вами легко умеем. А что представляет из себя вот эта вот центральная наша часть? Это прямоугольничек. Это прямоугольничек. Просто широкий прямоугольник. Вы можете здесь сделать вот такую историю. Я бы его увеличила в полтора раза. То есть сделала бы шире в полтора раза. Чтобы этой сборки, ну, через черта уж много не было. Зачем она нам на животе, эта сборка? Да? И вот этот прямоугольничек может выглядеть вот так. И вот это все у вас соберется потом на вот такие вот складочки. Вот такой будет крой этого платья, если пока не говорить про рукавчик. Но что бы я тут видоизменила? Я бы поддержала историю вот этой вставки. Так как мы с вами расширили боковые вот эту вот часть, да? Вот это все наложение бумаги как бы друг на друга у нас идет уже, да? То я бы немножко, может быть, может быть, сделала бы вот такую же историю здесь. То есть сделала бы вот так, чуть-чуть пошире сделала бы. И вот так вот. Чтобы как бы вот эта вот динамика внизу нашей изделия было бы немножко посвободнее, побольше. А вверху как раз поаккуратнее и поменьше. Зачем нам вверху эти лишние объемы? Пусть внизу гуляет, чтобы не полнило нас, да? То есть я бы вот в таком виде. Но если вы, мои хорошие, расширили вот этот шовчик у вставки, да? То нужно добавить такую же историю со стороны вот этой нашей полочки. То есть вот здесь тоже уже в этом случае пошло вот так наложение ткани друг на друга. А вот в этом месте у нас на самом деле сгиб. Вот здесь вот сгиб ткани. Сгиб ткани, да? Потому что здесь по центру шва у нас нет. Имейте в виду, что вот здесь у нас сгиб ткани. Вот и все. Что с рукавом? Вот так вот делается. То есть у этого платья плечевой пояс был обыкновенный. Не укорачивался. Не было наполнения головки рукава. Вот в этом вот платье, да? И надо сказать, были заломы. Хорошо, что были пестрые ткани. И этих заломов некорректно был плечевой пояс оформлен. Там еще пройма была такая нелепая. То есть вот не хочу портить этот чертеж. Представляете, он взял вот эту базовую конструкцию, да? Или кто-то там, я не знаю кто. И вот так вот оформил плечо. Вот так. Спинка-то осталась как есть, а это плечо стало вот так выглядеть. Видите? Тут тупой-тупой угол. Вот это что? И вот это безобразие, которое вот такой нелепой проймой оказалось, оно все было закладывалось складками. Было очень некрасиво. Я в восторге, вы правда волшебница. Отчего круто-то при этом так просто? Не знаю. Ну ладно, давайте про рукавчик еще закончим. Вот смотрите. Наша базовая конструкция рукава. Строите ее с этой прибавкой, с какой у нас есть, да? Ну, так как рукав у нас расширяется, значит, естественно, он вот такой просто прямой. Можно никаких уже выточек. Мы ничего там не делаем, да? Вот так вот сделали. А что сделали они? У них разные были платья. На прямом рукаве вот на таком работали, да? Я бы прямой рукав не оставляла. Я бы обязательно его расширила. Потому что его нужно поддерживать. Форма рукава должна поддерживать форму своего изделия. Аккуратный вот такой вот верх, но с хорошей проймой. С правильным окатом рукавчика, да? И уже фантазируйте тогда с низом. Смотрите, раз я бы добавила. Насколько я бы расширила вот этот рукавчик? Но думаю, что вот это расстояние у меня было бы сантиметров 6, например, да? В каждую сторону. Вот. Потом серединка нашего рукавчика. Это вот так вот у нас выглядит, да? И особенностью вот этого покроя является то, что очень вынуто вот этот передний локтевой перекат. Помните, в прошлый раз разбирали, где у нас передний локтевой перекат? Вот эта линия, да? Это середина передней половинки. Где задний локтевой перекат? Вот она. Середина задней половинки рукава. И передняя половинка рукава очень сильно вымута, потому что смещение идёт вот этого вот выреза. У них так. Вот так вот оно вымута. Так. А задняя, она наоборот идёт с наклоном и вот с таким прогибом. Сильным. Вот и всё. Смотрите. И вот так вот, если вы оформите вот так эту свою линию низа, потом вы её соберёте на две широкие строчки, вот и будет вам счастье. Это передняя птичка обязательно, да? Это точка плечевая. Обязательно контрольку делайте, да? И выход у нас получается вот такой. Так вот, так вот, так вот, так. Здесь волнистая линия по всему рисуется, да? И собирается на вот эту вот мерочку. А мерочка это какое число нужно обязательно написать? Это ширина рукава внизу 22 сантиметра. Потому что подёргивать будете, и чтобы вот этот длинный рукавчик вам не мешал. Вот и всё. Напишем давайте заголовочек. Какое у нас платье это называется с самого начала надо было написать? Платье санаторий. Са-на-то-рий. Вот. А если вы маленького размера, то вы берёте базовую конструкцию без выточек и спокойно выполняете практически всё то же самое. Вот так, мои дорогие. Просто замечательное платье. Спасибо огромное. Да. Так. Галина Леонидовна огромная благодарность за выигры. Тут всё понятно и просто. Дай вам Бог крепкого здоровья будем шить. Конечно, шейте. Давно хотела научиться кроить бюстгальтер. Да. И с бюстгальтером тоже девочки на самом деле очень просто. Наши платья будут красивее, чем у Андрея Софинина. Правда, девочки. Потому что не надо вот уподобляться каким-то упрощённым вот таким вот вариантом. Я учу вас кроить по-взрослому, как говорится, всерьёз. Ну, ведь это же несложно на самом деле. Правда? Взять хорошую базу и уже поработать потом с этой базой корректно. С учётом вот этих ваших всех особенностей. Ведь не всем всё идёт. Была полная дама, демонстрировала. А так как у неё выточки на грудной не было, всё задиралось впереди. Впереди задирается, снизу висит. Она немножко подёрнет, ходит, показывает это всё. За счёт пёстрой ткани не было видно заломов, которые были в области проймы. Ну, что ещё сюда, может быть, можно было бы добавить? Смотрите, к такому платью, чтобы вам ещё было лучше. Я бы добавила. Во-первых, я бы, давайте зелёненьким вот этим поработаем. Я бы подсократила вот эту головку, вот так, да, чтобы плечи не увеличивать. И наоборот, нарастила бы вот так рукавчик. Убираем в одном месте, добавляем в другом месте. Вот так добавили рукавчик по 2 сантиметра. Здесь вот полтора я обычно убираю. Да, полтора убираю. А вот здесь добавляю вот сюда вот так вот 2-2-2-2-2-2-2-2. Здесь убираю по 2 сантиметра. И оформляю. И верхнюю часть оката рукава я тоже собираю на сборочку. Тут сборочка, тут сборочка и тут сборочка. И ваш рукавчик будет гораздо комфортнее. И гораздо будет удобнее. Не надо будет, как у любого вточного рукава, вписывать этот рукав в пройму, перераспределяя там как-то эту посадку. Раз это легкая, раз это летняя. Ну, играйте дальше с этой историей. Можете, если вы захотите здесь сделать присборочку, вот на этом рукавчике, то есть это вот так вот уже у нас будет выглядеть, да? Здесь вот такая присборочка по окату рукава. Если захотите сделать эту присборочку, можете применить сюда параллельную раздвижку. Можете применить сюда комбинированную раздвижку, то есть и параллельную лучевую раздвижку. Оно вам и расширит окат рукава, сделает вот эту часть более удобной и более комфортной. Для полных рук это очень важно. Мои хорошие, да, вот эту часть. И низ позволит сделать вам пошире. Вот и все. Вот и все. Вот такие вот мои прибавочки, вот такие мои добавочки к вашей, к этой вот истории. Просто все учат кроить на худых, да, правда, плечистых и плоских, с высокой грудью, правда. Такие у них модели и манекены. А вы кроите на любого, да. Потому что вот то, чему учат другие, на эту стандартную фигурку, на худенькую фигурку, это же самое простое, что может быть. Я уж молчу про этот итальянский икру, и который весь полностью рассчитан, ну вот сколько мне доводилось видеть, это вот на создание коллекции. То есть там сороковой размер, сорок второй максимум. Спасибо.